Не дожидаясь зимы и торжественного открытия, хоккейная коробка на территории 70-й школы притягивает детвору. Собрали конструкцию меньше чем за месяц, уложили покрытие, установили ограждение. Рядом заасфальтировали дорожки. До этого здесь был, как говорят в народе, советский вариант – стихийная площадка для занятий спортом. Мы готовы использовать эту коробку как зимой, так и летом. Зимой у нас хороший тренер по хоккею, поэтому будет задействовано в полном объеме. Летом футбол, пожалуйста, дети готовы в футбол играть. Облагородить территорию предложили родители. С организационными вопросами подсобил депутатский корпус. Расходы покрыла программа общественных инициатив. Она представляет собой не просто набор благих пожеланий, а конкретный план первоочередных действий по улучшению общественных пространств. Это именно те предложения, которые выдвинули люди, выдвинули на конкурс, которые готовы люди поддержать, в том числе и трудовым участием, а где-то и финансовым участием. И где действительно город и регион услышали, увидели эти проекты, они прошли отбор и сейчас находят свое воплощение. Нашла свое воплощение идея сделать из заброшенного пустыря сквер для прогулок с детьми. Он расположился по соседству 70-й школы. Видимые изменения местные жители заметили в 2020 году. Тогда их задумка начала воплощаться в реальность. Появились асфальтированные дорожки, фонари. В последующие годы картину дополнила детская площадка и сцена для проведения праздников. Как было раньше, активисты даже боятся вспоминать. Когда мы въехали, у нас под окнами посыли коровы. То есть были частные дома, были гаражи, были лихие 90-е. И спасибо, Елена Владимирович, конечно, он нам очень много сделал. Сейчас у нас детская площадка, зимняя горка. То есть детей, новые дома построены, уже более молодые. Детей очень много. На стадионе сделано очень много и свет. То есть мы ходим теперь по ночам, не боясь, скажем так, и по асфальту. До конца лета здесь установят дополнительные лавочки, качели, диван для отдыха детворы. Всего в губернаторский проект местных инициатив вошли 4 проекта. Все они прошли конкурсный отбор и до конца года станут слагаемым городского пейзажа. На их реализацию выделено почти 6 миллионов рублей. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда. ТВ.